всем привет добро пожаловать меня зовут дмитрий здесь мы говорим обсуждаем и как всегда дегустируем виски сегодня у нас виски обзор 120 и будем говорить о не как я уже обещал в прошлом обзоре где я делал такую обзорную экскурсию по тем миниатюрам и атлевантам которые мне скопились за последнее время и пообещал я что следующему обзор будет обзор вот это вот замечательные бутылочки представителю дистиллерии который называется джура дистиллерии которые относятся к региону острова островной виски и в общем то тут на самом деле у меня два таких вот две такие миниатюры 1 как раз из этой бутылочки а что мы имеем здесь мы имеем здесь серию которая называется boutique boros у джуры есть это в общем-то официальный релиз то есть это фиша ботлинг не независимая ботлеры хотя у джуры забегая вперед скажу что довольно большая довольно сильно она представлена кстати у независимых ботлеров у многих компаний даглас лаинка сигнаторы прочее можно найти всевозможные релизы джуры но это мы имеем дело как раз официальным релизом но с официальным очень лимитированным релизом выпущены винтажные релиз винтажный по годам тут у меня и вот этого бутылочка и вот этот вот отливан как раз от джуры винтаж 93 года забутылирован он в 2010 году и что делает его соответственно примерно 17 летний виски зависимости от того не написано когда именно написано когда он продестилирован в январе ну значит если он в январе продестилирован скорее всего может будет 17 лет даже если его бутылировали в январе это уже делает его в общем-то технически 17-летним напитком в отличие от этой бутылочки которую забутылировали в 1995 году точнее продестилировали в 1995 году простите и забутылировали в том же 2010 году но этот релиз насколько я знаю было продестилирован где-то в конце года вот и забутылирован неизвестно когда поэтому скорее всего это 14-15 лет то есть 95 скорее всего 14-15 лет такой вот пограничный я бы сказал возраст у этого виски если исходить из буквы закона и шотландских регуляций вот я уже налил как вы видите чтобы она постояла и оба виски кстати бочковой крепости давайте еще немножко я скажу именно релизах и потом мы продолжим как всегда немножко истории и прочее прочее тут у нас серия который называется будет парус я рассказал это винтаж идет про спирт продестилирован в один определенный год более того это у нас single cast bottling что значит single cast bottling single cast bottling это значит что это не смесь спиртов с разных бочек что делает определенный батч а это именно спирта из одной определенной бочки залитые прозлитая по бутылкам то есть взяли определенную бочку может таких бочек было несколько вот но с каждой бочки было залито именно определенное количество бутылок что делает его single cast единственная странность во всей этой истории обычно single cast релиза вот такие вот они будь то у независимых ботлеров которые кстати большинство single cast релиз именно независимых ботлеров можно найти на сегодня сегодня на продаже вот или это какие-то single cast релизы от официальных ботлеров но такие например как был венни делают single cast релиз 15 лет не был сейчас они вышли с новой серии вот обычно single cast релизы пронумерованы то есть указывается номер бочки указывается количество бутылок которое было разлито с этой непосредственно бочки и чаще всего указывается какая именно вот эта бутылка из этой же бочки то есть там допустим бутылка номер 150 из 350 ну я как пример вот тут кстати это не указано но при этом указано и четко написано что это single cast борли что у нас еще здесь у нас здесь бочковая крепость случае 93 это 54 процента алкоголя и у нас в случае винтажа 95 года еще крепче он 56 с половиной процентов алкоголя то есть это крепкие насыщенные виски вот у нас виски который не проходил холодную фильтрацию так называемый но при этом здесь на задней страничке написано что на немецком опять же языке что добавлен карамель то есть добавлен краситель натуральный вот хотя про 95 релиз в одном из обзоров 95 релиз а точнее не обзоров я читал информацию об этом виски нашел на нескольких сайтах вот именно 95 года там было написано что он без добавления цвета возможно возможно нет сложно узнать если кто у кого-то была такая же бутылочка и вы можете посмотреть на обратной стороне то пришлите мне в камень-то буду благодарен ну собственно говоря давайте немножко мы поговорили что у нас стоит на столе давайте как всегда немножко об истории диски лире джура у нас была основана в 1810 году арчибальным кемпбелл просуществовал она с момента основания кстати интересная деталь что на момент основания 10 лире не называлась здесь тире джур а или она называлась к и 10 лире Small Isles Distillery, то есть дистиллерия маленьких островов, так она называлась изначально, на момент основания, и просуществовала она до 1901 года, то есть до самого начала 20 века, именно до 1901 года. В 1901 году, на тот момент владельцы дистиллерии, у них был определенный конфликт с землевладельцем, на котором стояла дистиллерия, который звали, по-моему, тоже один из Кэмпбеллов, Колин Кэмпбелл, но это была не семья основателя, это был другой Кэмпбелл, он был землевладельцем, и случился вот этот конфликт у них, и дистиллерию закрыли. Мало того, что закрыли, ее полностью разобрали, то есть от дистиллерий не осталось практически ничего. И так бы и закончилась бесславная история, точнее, на этом бы и закончилось таких дистиллерий десятки, если даже не сотни в Шотландии, которые на границе веков закрылись, и сегодня про них никто не вспоминает, и никто не помнит, что они существовали. Но, тем не менее, в 1963 году, 62 года аж, заняло острову Джура, чтобы возникло там, в общем-то, желание опять открыть по новой дистиллерию. И построили по новой дистиллерию такие люди, как Чаус Макинли со своей компанией, у него был еще один совладелец, в общем-то, компании, они были известными блендерами, кстати. Макинли 21 такой известный блендер, если кто-то знает, 80-90 годный, считался очень качественным, кстати, я читал, сам не пробовал, но читал. Они в ассоциации с еще несколькими людьми, в том числе Уильямом Дэлме Эванс, был такой человек известный, он был архитектором, и он, кстати, был очень таким, мало того, что он был архитектором, он был еще и человеком, который любил производить виски, вот, то есть энтузиастом производить, не знаю, как назвать, у меня в голове английские термины, вот, так вот, он, кстати, спроектировал новую дистиллерию, и на месте старой дистиллерии, повторюсь, которая называлась Small Isle Distillery, они построили абсолютно новую дистиллерию, изначально дистиллерия имела два перегонных куба, вот, и та дистиллерия, которая была построена в 63-м году, это как раз вот та дистиллерия, которая сегодня существует, потому что от дистиллерии первой не осталось абсолютно ничего, вот, он, кстати, после этого, он, кстати, построил до этого дистиллерию Тали Бердин, и после этого он, Гленалхи, еще есть такая дистиллерия Гленалхи, он тоже проектировал ее, по-моему, в 70-х годах, и он же, кстати, был первым управляющим дистиллерии, вот, с момента постройки до момента ухода его в отставку в 1975 году, вот, после этого, конечно, как мы знаем, история шотландских дистиллерий очень интересна и напоминает, как я в одном источнике прочитал, напоминает море, потому что маленькая рыбка поедается более крупной, та более крупная поедается еще более крупной, что, в общем-то, и произошло с дистиллерией Джура, которая после, в 1985 году была куплена такой компанией, на тот момент крупной компанией, как Индер Гордон Дистиллерии, вот, в 1993 году она была поглощена, куплена такой более крупной компанией, компанией, которая производила блендеры, как White & Mackay, всем известная, вот, и в 2007 году пришел еще больше концерн, который назывался United Spirits Company, это концерн, который, кстати, азиатский концерн, то есть, а точнее, один из индийских олигархов, владелец, там, какой-то империи, я уж не помню какой, зовут его VG Malaya, он приобрел эту дистиллерию, и, кстати, United Spirits Group на сегодняшний день является владельцами такой дистиллерии, как Jura, о которой мы говорим, такой дистиллерии, как Dalmoor, такой дистиллерии, как Fat Kern, там на Woolen еще есть такая дистиллерия, вот, 4 дистиллерии шотландских, наравне с другими азиатами, которые владеют еще десятками дистиллерий в Шотландии на сегодняшний день, я уже говорил как-то в одном из своих обзоров, что на сегодня, по-моему, больше четверти дистиллерии принадлежат именно различным азиатским концернам, будь то японским, индийским или прочим, или там концернам из Тайваня, Таиланда даже, вот, ну, в общем-то, в азиатских руках, так я бы сказал. Что еще интересно, в 1978 году было добавлено на дистиллерии еще 2 перегонных куба, на сегодняшний день дистиллерия Jura имеет 4 перегонных куба, 2, соответственно, Spirit, 2, 2 Wash, 2 Spirit Steel, вот, и производит она производственной мощности дистиллерии 2,2 миллиона литров в год. Вот, давайте, собственно, мы начнем дистиллировать, и вы уже видите, я уже сказал, я налил уже, вот это, чтобы дать ему немножко открыться, постоять. Пока я не капал водичку, но я это сделаю, обязательно, чуть-чуть, поскольку мы имеем дело все-таки с очень насыщенным бочковой крепостью, 54, 56,5 процентов алкоголя, оба это очень крепкие виски, и обычно в виске бочковой крепости можно капнуть маленькую капельку, обычно он бенефицирует, обычно он открывается. Что мы имеем именно с этими релизами? Именно с этим релизом, что интересно вообще о этой серии, так называемой Boutique Barrels. Boutique Barrels делается, как я уже сказал, винтажная, и первые спирта, которые заливаются, они заливаются в бочки, так называемые Virgin Oak, то есть это бочки свежие, это бочки, в которых до этого не было никакого другого напитка, это не бочки из-под бурбона, это не бочки из-под хелеса, и не бочки из-под чего-либо, это именно бочки свежего дерева, свежего дуба, что дает такую, как я бы сказал на английском, foundation, то есть это дает основу, базисную основу, которая очень сильно в одном случае, в другом случае чуть поменьше, но отражается как раз на конечном продукте. И эти два релиза потом финишируются, финишируются в различных бочках, что мы имеем как раз с винтажем 93-го года. Винтаж 93-го года у нас был финиширован в бочках из-под хелеса, а еще быть точнее из-под алросо-пасала, хелес, хелес алросо-пасала, это из определенного района в Испании, там где производится хелес, есть, я не помню как называется этот регион, именно вот, но из какого-то определенного региона, вот, пасада, простите, хелес алросо-пасада, вот. И финишируется он в бочках из-под хелеса алросо-пасада. Но назвать это финиширование я бы даже не назвал, наверное, потому что дело в том, что если мы берем 90-го винтаж 93-го года, то 9 лет он стоит в свежих бочках, то есть называемый вирджин, и 8 лет, целых 8 лет, то есть это с натяжкой можно назвать финиширование, это, грубо говоря, половина на половину, выстаивание сначала в одной бочке, потом из этой бочки переливают его в другую, в случае с 93-м годом бочку из-под хелеса, что оказало очень сильное на него влияние, 8 лет, это очень большой срок, и здесь меньше срок, но это финиширует в бочках из-под бурбона. Первой заполняемости в одном случае, первой заполняемости во втором случае, насколько я знаю. Вот, что, давайте, собственно, перейдем к дегустации. У нас очень сразу, именно, во-первых, скажу первое, я, если честно, небольшой фанат джуры обычных релизов. Мне нравится джура професси, сильно торфяной у них есть релиз. В основном, вся линейка джуры, это не торфяные виски, это скорее виски, которые, я бы сказал, напоминают, давайте, собственно, я вам забыл показать, где находится у нас джура географически. Джура географически находится вот здесь. Причем она находится, вот это остров Айла, всем известный вам, остров Айла, и джура находится буквально напротив, то есть она, вот тут порт Айскейк, и тут, кстати, дистиллерия Бунахамин, она ближе всего находится к острову джура. Визуально, если вы стоите там, где находится дистиллерия Бунахамин, вы можете видеть остров джура, то есть его видно вообще визуально. Не знаю, видно ли дистиллерию именно джура оттуда, но сам остров точно виден. Кстати, оттуда ходит паром. Можно попасть с Айлой, насколько я знаю, но не круглый год, а там определенное время, по-моему, с мая по октябрь ходит паром. Довольно, кстати, сложно попасть на остров джура, там такая логистика довольно сложная. И он, я бы сказал, немножко похож, к чему я начал это говорить, поскольку они ближе всего находятся друг к другу. Вообще джура производит виски, которые, я бы сказал, немножко похожи на виски, которые производит Бунахамин. Хотя, опять же, с натяжкой, но по характеру. Большинство виски, которые они производят, это виски не торфяные, хотя имеется очень сильное такое влияние именно морское. Присутствует обязательно такое, как в Бунахамине морское, вот эти вот все морские нотки, типа водоросли, соль, йод и прочее, прочее. Примерно те же ноты присутствуют в джуре в большинстве релисов. И я бы сказал, немножко на аутпутни он тоже похож. Ну, на мой взгляд. Тут мы, опять же, начали мы с 93-го. Очень сильно хересная вот эта вот насыщенность. Очень комплексный он за счет крепости, очень комплексный. У нас при этом присутствует мед. Мед это скорее, наверное, вот нотки первой бочки. Virgin Oak. И у нас дубильная тона очень сильная, поскольку все-таки Virgin Oak, он дает такое вот именно дубильное присутствие. У нас есть еще какой-то, наверное, соленый бриз. Такой вот, ну, вот соль, вот та нотка, о которой я говорил. Ну, кокосовый орех, наверное, какой-то сладость вот эта вот есть все-таки. И красное яблоко, как ни странно, красное яблоко. Давайте попробуем его на вкус. Он очень такой, знаете, кремовый какой-то, кремовая такая структура. При этом на вкус у нас ягодная какая-то тона пробивается. Малина какая-то, наверное, слива, вишня. Вот этот вот ягодный какой-то спектр такой. Причем сладкий ягодный спектр. И финиш очень-очень долгий. И опять же, на финише, наверное, малина. Вот оно прямо во рту остается. Какое-то малиновое такое. При этом он абсолютно не похож на официальные релисы, если брать там 10-летний, 16-летний. Другой характер вообще. Абсолютно другой характер. Очень интересно. Я помню, ребята с виски-клуба, когда у них было, у них эти два виски... Этих два релиса у них, они были на разных встречах. Не на одной встрече. 95-й у них был давно. И не так давно у них был 93-й. И оба им очень-очень понравились. Давайте, собственно, я каплю маленькую капельку воды. И мы потом вернемся к этому релису. И я, с вашего позволения, освежу. Чтобы воспринять новый релиз. По-другому, точнее, наиболее приближенная к тому, что он есть. Потому что тут все-таки идет до сих пор послевкусие. Она до сих пор присутствует. Надо как раз промыть полость рта. О, а тут у нас совершенно... Тут у нас другое. У нас нос тоже очень насыщенный, во-первых. Но при этом сразу чувствуется, что виски стоял в бочке очень долгое время. В бочке из-под бурбона. Потому что вот этот весь спектр, который дает в бочке из-под бурбона, он здесь абсолютно точно присутствует. Это ваниль. Это тофи. Это карамель. Это какой-то груша. Причем груша и яблоко, я бы сказал. Да. И груша, и яблоко. И опять же, характер абсолютно не похож на официальные релизы. И при этом присутствуют какие-то цитрусовые ноты. Определенные цитрусовые. Не могу понять, что это. Скорее сладкое, наверное, цитрусовое. Сладкое, может быть, даже сладко-горькое, цитрусовое. Есть. Присутствует небольшая горчинка в запахе. Но это вот, наверное, тут сказывается бочка. Опять же, бочка первая. Virgin Oak. И сладкий бурбон, да. Интересно. Какие-то травки, травяная какая-то составляющая сразу вышла у меня на первый план. Такая, знаете, как вот трава какая-то. Дубильная, это на бочке чувствуется. Свежая, причем бочка. Вот тут, наверное, влияние как раз свежей бочке. Вот она дала вот это вот именно насыщенность дубильная. Опять же, груша, яблоко присутствует. И сладость, да, опять же, сладость. Какая-то бурбонная, какая-то вот непонятная такая вот. Но очень сладкая, очень насыщенная. Хотя мне, наверное, больше, поскольку я большой фанат ересных, именно выстаиваний ересных, причем в любом характере виски. То есть, будь то виски чисто хересные, будь то хересные финиширования, будь то не торфяные абсолютно. Или будь то торфяные, как, например, Distillers Editions, но и того же Лагавулина, например, или того же Талискера, которые изначально в бочках из-под бурбона, а потом финишируются, доводятся какое-то время небольшое в бочках из-под хереса. При том, при всем, что они торфяные, сказывается вот это хересное влияние. Вот, поэтому я большой фанат, мне всегда больше апеллируют именно вот эти винные, сладковинные финиши. Не всем это нравится, но, опять же, мы же тут субъективно говорим. Так, давайте сюда мы тоже капнем маленькую капельку воды и... Вернемся к первому релизу. Ммм, ну тут сейчас открылся у нас более насыщенный, как кремовый, как, знаете, взбитый какие-то... взбитый крем, взбитые сливки. Причем засахаренные такие, взбитые, и когда вы нюхаете, вот свежевзбитые сливки. Более сладкий он стал. Более сладкий, и вот пошел этот спектр больше как раз тропических каких-то фруктов. Я уже говорил о кокосовом орехе, вот эта вот белая вот часть вот кокосового, знаете, на конфеты добавляют иногда. Очень интересно, очень интересно. Вышло вот, он был более такой немножко закрытый, капелька водички добавила ему вот этот вот... Сладость вышла наружу. Ммм, что у нас еще появилось тут? Интересно, почему-то кружевник у меня. Сладкий желтый такой кружевник. Опять же, те же тона, то, что я уже говорил, еще добавился вот эта вот ягодность какая-то, такая свежая ягодность. То есть, не сухофруктовая, хотя и сухофруктовый спектр добавился какой-то изюм, наверное, но может мне и показалось хотя... Вот. И давайте перейдем... А здесь у нас, как ни странно, дымок добавился. Но дымок, это, видимо, опять же, связан со свежей бочкой. Или, может быть, скорее даже бочки из-под бурбона, потому что бочка из-под бурбона обычно это бочки, которые обжигаются. И очень часто при длительном хранении бочек, который был раньше бурбон, а не обожженные, вот, идет вот этот дымок. Это очень часто не... Это часто происходит у виски, которые не торфяные, вот, но стояли в такого типа бочках, они дают оттенок дымка. И непонятно, люди иногда не понимают, почему дымок, вроде виски не торфяной, нет никакой фенольной составляющей. Вот именно эта бочка часто дает. Что касается линейки. Да, давайте, собственно, ее поставлю на оценки, сразу и чуть-чуть еще поговорим. Что касается линейки. Ну, опять же, я предвзято дам 93-му, 94 балла. Он, опять же, постарше у нас будет, более насыщенный. И, опять же, мне больше апеллирует как раз хересное выставивание или финиширование. Вот. И 93 я поставлю. Оба замечательные виски, оба рекомендую. Что интересно, линейка у нас у джуры, довольно обширная линейка у джуры. У нас она включает, обычно официальная линейка, это 10-летний, это 12-летний, эликсир так называемый, 16-летний. У нас 21 год, у нас 30 лет выдержки, что тоже является официальным релизом. Хотя он очень дорогой, в Англии, по-моему, 560 фунтов стерлингов стоит. У нас есть такие два релиза, как без указания в возрасте, один называется Superstition. Я делал его уже обзор, у меня есть обзор Superstition, кому интересно, можете пересмотреть. Это было несколько, пару лет назад. Вот. И, правда, после этого я покупал для себя еще одну такую бутылку и немножко разочаровался. Первый мне понравился больше, видимо, другой батч, видимо, добавили более молодых спиртов. Ну, это то, что может происходить с любым виски, который так называемый knowledge statement. Вот. Без указания возраста. В этом и подвох как раз, что без указания возраста позволяет производителям в одном батче делать изначально его более качественным, добавлять туда более выдержанное спирта. В другом батче можно немножко смухлевать и добавить что-то менее выдержанное. Вот. Скорее всего, это то, что произошло как раз с Superstition. Есть у нас релиз, который называется Jura Prophecy. Я, кстати, первый раз его пробовал на выставке Whisky Live, которая проходила два года назад в Тель-Авиве. И там же, кстати, я его пробовал еще тогда, когда его не было в Израиле. Вот. Сейчас он есть, его можно купить, он завезен. Но тогда его привезли чисто на выставку. И там же на выставке я познакомился с Уильямом Тейтом. Уильям Тейт – это бренд-амбассадор. Он, кстати, работает, если говорить о Уильям Тейте, он работает на дистиллирии и на компанию с 1975 года. Он был и мастер-плендер, и мастер-малькмастер, он был и, по-моему, менеджером. И на сегодняшний день он является бренд-амбассадор. То есть это человек, который представляет лицо компании. Не только Jura, кстати, Dalmor тоже. Они обычно вот здесь, они были на выставке. Это была Jura и Dalmor вместе, поскольку принадлежит одной компании. И мне повезло, я с ним познакомился и даже взял у него интервью. У меня, кстати, есть и пару лет назад. Если вы посмотрите, там три таких коротких выпуска. Я тогда еще был не такой уже опытный интервьюер. Вот. Немножко сложно это брать интервью, на самом деле. Но я с ним пообщался и, кстати, взял у него интервью, записал его. Можно посмотреть, небольшого такого роста. Шотландец с шотландским акцентом. Очень интересный дядечка, с которым я потом общался целых два дня. И который мне, еще по той простой причине, что он мне наливал всевозможные лимитированные или дорогие релизы, которые так я бы нигде не попробовал. Особенно Dalmor, это были 25-летние, по-моему, он мне наливал. И Kim Alexander, и еще там какие-то вещи интересные. И там же как раз я попробовал Superstition. Superstition, кстати, сделан очень качественно в том плане, что это, во-первых, торфяной виски. Для тех из вас, кто любит торфяные релизы. Во-вторых, он сделал 46% алкоголя. Он сделан без холодной фильтрации и без добавки цвета. То есть это такой, насколько я помню, без добавки цвета, но точно без холодной фильтрации. Точно 46% алкоголя. Очень качественно сделан. Хоть и виски без указания возраста, но очень-очень-очень такой. Ну, во всяком случае, тем людям, тем из вас, кому нравятся торфяные релизы, ему абсолютно точно должен понравиться. Ну и последнее, что касается цены. Цена, вопрос. На самом деле, релиз очень лимитированный. Я его нашел на английских двух известных сайтах. Вот. Но, к сожалению, там они уже out of stock. То есть их нет в наличии, они уже были все проданы. Вот. В Израиле до сих пор есть магазины, вот буквально несколько дней назад. Один из ребят из Толяевского виски-клуба. Я с ним переписывался. Он был в магазине, где стояла такая же бутылочка, только в 95-го года монтажа. Вот. И стоил он, был по скидке почему-то, видимо, последняя бутылка, 380 шекелей. Это примерно, ну, грубо говоря, 100 долларов. Вот. Но, опять же, это, если где-то найти, то, в общем-то, это такой релиз, который надо покупать. Вот. Если есть деньги. В Англии, я уже сказал, его нету. В Европе тоже, опять же, в зависимости, где вы находитесь. В каких-то магазинах, может, они еще где-то и стоят, их не купили. Вот. Но это будет в районе где-то 60-70 евро, наверное, в Европе. А в России я искал его на разных сайтах. Есть джуры всевозможные. Обычная линейка джуры от независимых бутлеров. Но вот Boutique Barrels не нашел нигде. К сожалению, если у кого-то есть информация, что есть и сколько стоит, и где можно купить, поделитесь в комментах. Буду очень благодарен. Ну, вот, в общем-то, и все, что я хотел вам сегодня сказать. Линейка готова! Удача после зат數 на раззыве?